Итоги уходящей среды На пути к Олимпу. Уже завтра в Бобруйске стартует фестиваль в Итоке. Какая программа? Урок безопасности на природе. Сотрудники МЧС и Освод заглянули в палаточный лагерь «Остров». Как правильно вести себя на воде, как правильно вести себя в лесу. С чем связан визит. А также жаркие коррективы, неудачное выступление и последний билет. В Беларуси стартовало централизованное тестирование в резервные дни. Сколько человек зарегистрировалось? Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 940 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Все с начала пандемии заразились 430 121 человек. Медики напоминают о важности соблюдения дистанции во время пандемии. Привитые от коронавируса люди могут заразиться и переносить заболевания бессимптомно или с легкими проявлениями. Вакцинация снижает риск, но не может полностью предотвратить передачу вируса окружающим. Стоит помнить о важности ношения масок и частого мытья рук. Вечер не задался. Накануне спасатели тушили пожар на Ульяновской. Горела квартира в многоэтажке. На номер 112 позвонили очевидцы. На место ЧП отправилась Карина Гуревич. Сигнал СОС. Накануне вечером на Ульяновской из квартиры на пятом этаже пробивалось яркое пламя. Пожар, определили очевидцы. Они-то и вызвали службу спасения. Охваченный огнем балкон и вовсю полыхает оконная рама. Такая картина предстала перед сотрудниками МЧС. Приезжали тут пожарные все тут было. И сильно горело? Да, дым черный был. Минут через десять вышел и открыл эту дверь. И тут было два МЧСника. Я спросил, что. Они говорят, на пятом пожар был. Хозяин двушки, пенсионер, за помощью обращаться не стал. Пытался укоротить пламя самостоятельно. Подручными средствами не получилось. Благо, четко сработали пожарные. С огнем справились за считанные минуты. Физически хозяин не пострадал. Только морально. По словам спасателей, всего этого триллера можно было избежать, если бы в квартире был установлен пожарный извещатель. Стоит копейки, а жизнь может спасти. Да и ремонт нынче штука не дешевая. Балкон – большое черное пятно. От окон не осталось и следа. На земле – остатки мебели, обгоревшие москитные сетки, стекло и доски. В результате пожара повреждено имущество на балконе и закопчены стены на кухне. Причина такого пожара – неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ хозяином квартиры. МЧС напоминает, согласно правилам пожарной безопасности, гражданам не допускается проведение огневых работ в квартирах и на придомовой территории. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Купание запрещено. Оранжевый уровень и смена графика в работу учреждений здравоохранения и образования Могилевской области вели коррективы. В чем причина? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В работу учреждений здравоохранения и образования Могилевской области вели коррективы из-за жаркой погоды. Так, после обеденной часы прогулки детей на свежем воздухе запрещены. Что касается медперсонала, питьевая вода должна быть в свободном доступе, в том числе и у пациентов. Кроме этого, проверяются вентиляционные системы и кондиционеры, их функционирование и исправность. В Беларуси стартовало централизованное тестирование в резервные дни. Зарегистрировалось более 900 человек. Сегодня прошел первый день, второй – послезавтра. Самыми многочисленными станут русский и математика. Пунктов для сдачи экзаменов 6 по одному на каждую область. Сертификаты выдавать будут там же, причем если большинство получит их уже в конце этой недели, то резервисты смогут оценить свои шансы на поступление на следующий. Купание запрещено в 11 водоемах Могилевской области за отчетную неделю отобрано 140 проб воды, 21 не соответствует норме. На сегодня ограничения действуют в районе всех зон рекреации в областном центре Бобруйске и Могилевском районе, а также в некоторых водоемах Кличева и Чаусов. Напомним, в городе на Березине 4 оборудованные для отдыха пляжа. Центральный в 6 микрорайоне санаторий Шинник и имени Ленина. Шахтер покидает Лигу чемпионов. Команда потерпела второе поражение на старте квалификации. Ответный матч против болгарского лудогорца прошел в Белграде и завершился со счетом 1-0. Единственный мяч на 71-й минуте забил Кирилл Десподов. Теперь солигарчане продолжат играть в Лиге конференции. Это третий по значимости турнир. Первым соперником будет клуб ФОЛА из Люксембурга. 15 июля на всей территории республики объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается переменная облачность. В восточных районах стороны пройдут дожди и местами грозы. Возможен град. Ветер прогнозируется неустойчивый с порывами до 20 метров в секунду. От 29 до 34 градусов такая температура воздуха будет ночью. Днем ожидается до плюс 36. Праздник для всех поколений. Бобрусь готовится принять масштабный фестиваль в итоге Крок до Олимпу. Старт назначен завтра. Горожан ждет насыщенная программа. Каждый желающий сможет принять участие в соревнованиях и спортивных конкурсах. Проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Продлится форум три дня и завершится в субботу 17 июля. Финальным аккордом станет вечерний галоконцерт с участием групп Джаз Сити Бэнд, Бай Сити, Трозды, арт-группы Белорусы и других исполнителей. Интересные и насыщенные каникулы многие школьники проводят в детских лагерях, в том числе и палаточных, которые разбиваются вблизи рек и озер. Поэтому работники МЧС и ОСО здесь частые гости. Очередной урок безопасности посетила и Ольга Васинда. 16-летняя Рината Пилипова в пятый раз отдыхает в палаточном лагере. Среди плюсов называет свежий воздух, природа, новое знакомство. Из минусов – жара. Но и она не помеха. Спасают навесы, палатки, прохладные напитки. В рюкзаке испреет комаров. Жизнь протекает строго по распорядку дня. С самого утра встаем, у нас зарядка, умываемся, завтрак. Потом разные конкурсы, обед, полник, ходим мыться. Ну, отдыхаем, потом вечером у нас почта, сидим у костра, разговариваем, общаемся. В палаточном лагере «Остров» отдыхает 35 школьников. Смена длится 9 дней. Друг на друга они не похожи. В программе – практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, походной кулинарии, видам выживания в природных условиях. А сегодня в гостях у ребят спасатели. Урок безопасности на природе в игровой форме. Как вести себя на реках и водоемах. Ребята уже многое знают, а многое мы просто вместе вспомнили. Например, как правильно вести себя на воде, как правильно вести себя в лесу, как правильно отдыхать на природе. Если первая часть теоретическая, то вторая – практическая. Работник освод показывает на деле, как можно спасти человека на воде. Мы провели практическое занятие по применению спасательных средств. Это спасательный круг, спасательный жилет и конец Александрова. Я рассказал детишкам, из чего они выглядят, показал, из чего состоят, и показал практически, как их применять, в какой именно ситуации они используются. Напомним, по стране продолжает шагать акция «Каникулы без дыма и огня». Продлится она до конца августа. Кроме маленьких белорусов, уроки безопасности проводятся и для работников детских, оздоровительных и пришкольных лагерей. Ольга Васинда, Максим Галеонко, Бобруиск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!